Доброе утро, дорогие друзья. Итак, новая глава Талдот. Противостояние уже Исава с Яковом. Авраам заканчивает свою жизненную миссию так же, как закончила Сара, подводятся итоги и мир пошел вперед. В течение многих лет отец, протец Искак, считал, что Исав удачный и благословенный сын, достойный очень. Он видел его недостатки и достоинства. Он был человек большого мира, но вместе тем он видел, что он охотится, вопросы по Галахе, уважает родителей. И вдруг все пошатнулось. И вдруг выяснилось, что он на бесах думает совершенно по-другому. И что владший сын получает благословение Яков, а старший отвергнут. И тогда вдруг уже пожилой Искак понял, что вопросы по Галахе были маской обмана. И что в поле совершались другие дела. И написано такие слова, что вошел Сав с ним с геномом. О чем это разговор? Что тут такое? И написано, что устрашился Искак страхом великим. И сказали наши мудрецы. Это был больший страх, чем он лежал на жертвеннике. Почему? Потому что на жертвеннике, когда он лежал, написано, что раздвинулись миры. И он увидел все до конца. И Хайм Шмулеевич говорил, он увидел истину. Но тут он увидел, как велика сила лжи на земле. Он увидел, что человек может быть приветливым в течение даже 60 лет. А в конце выясняется, что его обманули и охотились, обманывали его постоянно, охотясь устами за ним. Что сделал вообще Искак, когда понял, что его обманывали, что он столкнулся с глубокой ложью? Как повел себя? Разгневался, проклял? Ничего подобного. Он спросил, расследовал. И когда увидел, что сын не первенец, что первородство свое он продал, он что сказал? Он сказал, на месте совершил поворот. Окей? Он говорит, так хотят небо, пусть будет благословен младший брат. Он понял, что так сделали небеса, что такое желание Бога. И благословил. И сам он тоже не проклинал притворявшегося перед ним. Нет. У великих людей вообще нет товара под названием гнев. Но есть обновленный взгляд. Извлечение уроков. Вот это вот главный для нас, так сказать, урок и для нас. Мы что-то не так, что-то не... Не надо панику, не надо крика, все. Делайте выводы. Если выяснилось, что у младшего брата лучшие качества, он желает свою работу исполнить, основать дом Израиля, замечательно, даю благословение. Это касается нас. Тора огромная. Ее же законы широки. Был такой раби Эйбишиц, и он писал, что если не будет человек, например, учить Галахлу по субботе, он нарушит субботу. Если не будет изучать законы языка, язык нарушит Лошонера. Незнание закона не освобождает от ответственности. Ибо человек мог учить, но не учился. Вот такое вот получается. И надо учиться у отца Ицхака, как вести себя в такой ситуации. Мы должны, во-первых, как написано, устрашиться страхом великим. Что это значит? Раскаяться. Раскаяться, когда что-то произошло не так. Это одно из условий вообще. Просто меняем направление. Вот, вы знаете, люди боятся. Поменял направление. Я ошибался. Теперь я знаю истину. Буду руководством за ней. Пойду в другую сторону. Не бойтесь менять это никогда. Известно, что рабе Киева был пастуком до 40 лет. Он начал учиться с 40 лет. И это светочка, который был за все времена, выше его нету. А когда его спросили, как ты провел вот это вот 40 лет впустую, он что начал? Вы думаете, плакать, скорбеть, говорить, как я потерял 40 лет? Ничего подобного. Он сказал, благодарю Господа, что он привел меня к сидящим в доме учения. Что было, то было. Сейчас все исправлено. И вот Авраам, с которым мы прощаемся вот уже, он исправил многое. И нам с вами написано, предстоит исправить. Каждому свое. Кому-то что-то личное, у каждого свое. Вместе нам надо провести работу по возвращению храма и так далее. Главное не опускать руки и идти вперед. Надо понимать, что, смотрите, вот тот, кто не видел до конца, какое маленькое расстояние отделяет нас от Авраама, то, посмотрите, после Холокоста появилось общее ощущение, что все кончилось. Иудаизму осталось жить, там, может, 10-20 лет, не больше. Если в те дни вы пришли к какому-нибудь пожилому верующему еврею и сказали, ваш внук будет более религиозным, чем вы, он даже не успехнулся бы. Но что мы видим? Вот дети, внуки вот этих вот, те, которые, казалось бы, уже ушли, возвращаются. И Бог очень этого хочет. Поэтому он любил Авраама. Он зависел от Авраама, потому что он хотел, чтобы Авраам делал вот так. И Авраам делал. А как может Бог зависеть от человека? Даже если это Авраам. В молитве мы говорим, что дайте силу Богу. Что значат эти слова? Как мы можем дать силу Богу. Он что, нуждается в этом? Да, нуждается в нас Бог. Таково желание самого Бога. Он хочет, чтобы верхние миры и вообще вся Вселенная опиралась на нижний мир и зависела от него. Всевышний, он как дирижер. Он хочет управлять Вселенной в точном соответствии и управлять им с нашими действиями. Он дал нам великую силу. С каждой заповедью, с каждым поступком, с каждым хорошим делом, с каждой молитвой мы поднимаем мир. И наоборот, одно злое слово, одна маленькая нечестность. Вызывает закупорку сосуда. И в системе духовного пространства нарушается гармония высших миров и получаются войны, беды и так далее. Человек это звучит не только гордо, но и ответственно. Вот это надо запомнить. Брахавы от слаха.